Девушки отдыхают Музыка! Кто расстроен чем-то, кто-то устал А не слишком ли серьезен ты стал? А ты попробуй всех простить И иронию включить И вот уже легче жить! Если вы измените надутый сно Мы вам пропишем шуток колей досков Если разбито сердце, душа болит Пара веселых песен не повредит Приготовились, пора начинать Не устанем мы для вас повторять И сегодня, и всегда Улыбайтесь, господа И слава вам скажет «Да» На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Ребята, ребята, идите сюда, быстро, быстро, быстро. Слушайте, слушайте, нам оказали высокое доверие. Мы должны сделать передачу про суд. А зачем? Сейчас на всех телеканалах есть передачи про суд. Да, я смотрел одну такую, называется «Туда». Сейчас туда, два часа обратно. Я тоже видел это с трудом. Ах, мой муж не удовлетворяет меня, как мужчина. Требую взыскать с него супружеский долг в размере трех медовых месяцев. Нет, нам нужно сделать собственный дурдом, понимаете? То есть собственную передачу про суд. Потому что суд это актуально, это злободневно. И в конце концов мы еще в Кривом Зеркале этим ни разу не занимались. А когда надо-то? Сейчас. Нет, так дело не пойдет. Вы даете нереальные сроки. Это как его... Подождите, вернитесь, я вас умоляю. Ребята, ну ведь суд, это же элементарно. Суд это очень просто. Ну что такое суд? Суд это судья, ответчик, истец, адвокат. И... как его... ну найди себе что-нибудь. А сценарий? А, с сценарием каждый дурак может. Пробуй вот так вот. До сценария. Хорошо. А костюмы? А костюмы можете взять за кулисами любые, там полно. А судить кого будем? Да кого угодно! Ну смотри, тебя за язык никто не тянул. Ты сам напросился. Если что, мы в детстве не отвечаем. Павлины, говоришь? АПЛОДИСМЕНТЫ Лица стёрты, краски тусклые, То ли люди, то ли куклы, Суд по всем каналам каждый день. Для такого представления Наберут по объявлению Кто-то смотрит, Раз снимать не лень. Боже, порой обидно. Может, просто нам завидно? Вроде ерунда, А рейтинг есть. Людям интересно, братцы, В чём-то грязном покопаться. Вдруг да что-то чистое там есть. Начинаем суд. Пусть улики принесут, Потому что без улик Процесс бы не возник. Пусть войдёт судья, Но свидетель чур не я. Главное, что зритель здесь. Пора начать процесс. И вот мы видим, Как в зал заседаний Заходит судья. Ты почему так вырядился? Мне сказали, что я буду играть в судью. Так судья же не на футбольном поле. Судья-то в суде. Предупреждать надо. О, ничего себе. Я Бэтмен. Я Моцарт. Вот. Ладно. Иди, готовься. Так, встать. Суд идёт. Чё стоим, кого ждём? Суд пришёл. Наберут по объявлению. Итак, Объявляю судебное заседание открытым. Таракан. Простите, я опоздала. Я не понял. Вы кто такая? Фемид Степанна. Богинь правосудия. Так, это что? Прекратите баловаться. Что вы делаете? Почему вы в таком костюме? Я Фемид Степанна. Я слежу, что всё было в рамках закона. Тогда гляди в оба. А чё он обзывается? Фемид Степанна, когда потребуется правосудие, вас позовут. Пойдёмте, я вас провожу. Идите. Да. Глаза протри. А чё он опять обзывается? Давай-ка. Идите. Давайте уже, начинайте процесс. Итак. Ай! Итак. Дело номер один. В суд вызывается Старуха-процентщица из Петербурга. Чё вы стоите, как пришибленные? Ой, простите. Я сегодня сама не своя. Голова прям раскалывается. А что у вас в голове? Ой, ой, ой. А, вещественное доказательство принесла. Кто-нибудь выньте из головы улику и приобщите к делу. Ух ты! Ух ты! Снимите с топора отпечатки пальцев. Откуда у него пальцы? Он же дерево. Сам ты дерево. Помажь топор кисточкой, пальчики появятся. У топора пальчики. От дерева и слышу. Теперь, гражданочка, разберёмся с вами. Итак, ваше имя. Алёна. Чё она? А? Алёна. Гражданка, как ваше полное имя? Алёна Мария Луиза Де Кукин Квакин фон Трак Тибидох. Гражданка фон Трак Тибидох. Поклянитесь говорить правду, правду и ничего, кроме правды. Клянусь, а если я совру, пусть меня Джигурда в дёс на поцелуй. Ну что ж, начнём. Сколько вам лет? Тридцать шесть. Гражданка фон Тибидох? Гражданка фон Тибидо. Эх, народ русской! Ох, красавица моя писаная! Дай поцелую тебя! вот ста твои сахарные! Эх! Да и тебя, парень, тоже! Понял, ухожу. Ну что, теперь вы будете говорить правду? Буду. А если я совру, пусть меня силой возьмут сразу 10 мужиков из балета Тотас. Эть! 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 Ха! Прекратите паясничать! Здесь у нас суд! Суд! То-то, я думаю, пахнет, как у нас в подъезде. Гражданушка, зачем вы сюда пришли? Хочу возбудить студентов! Хочу возбудить дело против студента Раскольникова. Тогда расскажите уважаемому суду, как все произошло. Товарищ судья, а дело было так. Как-то раз сидела, я сериал смотрела. Вдруг какой-то мужичок хватит меня за тело. Обернулась я к нему, сгладила морщины. Ты целуй меня везде, говорю, мужчина! Ну а он достал топор, наглая скотина. Бабушки, 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 старушки, трякнули бабушки прямо по макушке. Бабушки, бабушки, хочется ругаться, разве можно вот так с дамы обращаться? Я хотел, там всего раз поцеловаться. Стоп! 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 Что вы делаете? Танцуем? Вы с ума сошли? Филина Степановна, ну вы-то взрослая, опытная женщина. Ну эти суды меня так заводят. Боже мой, пойдемте, я вас провожу, а вы вызовите в суд ответчика. В суд вызывается ответчик, студент из Петербурга, Родион Раскольников. Ага, попался? Да. Ну-ка, возьмите меня пять, держите меня пятером, сейчас я ему сейчас как в... Угомонись, бешеная. Итак, ваше имя? Раскольников Родион Романович. Вы сосед этой бабушки? Да. Сверху или снизу? Я по-разному могу. Я вас спрашиваю, вы сосед сверху или вы сосед снизу? Я сбоку, гражданин судья. Обращайтесь ко мне, ваша честь, вам понятно? Да, ваша честь. Итак, на мои вопросы отвечать быстро и чётко. Да, ваша честь. А вам понятно? Да, вашу мать. Да, ваша честь. Студент, поклянитесь говорить правду, правду и ничего, кроме правды. Клянусь говорить правду и только правду. А если я совру, то пусть со мной живёт Анна Семенович до конца дней моих. Вы били старушку топором по голове? Нет. Слышь, с тобой что лежить надо? А где Анна Семенович? Сестра заболела, я за неё. Я клянусь говорить только правду, ничего, кроме правды. Молодец, если ещё раз соврёшь, я вернусь. Итак, ответчик. За что вы ударили старушку топором по голове? Ваша честь. Да. Хотите, верьте, хотите, не верьте. А дело было так. Я пришёл как-то раз к бабушке-соседке. Попросила меня починить розетку. Говорю, дай бабуль сто рублей на пиво. Она на меня смотрит похотливо. Вдруг старуха заперла дверь. Всё мне ясно стало теперь. И как прыгнет из-под тишка. Сорок лет я без мужика. Я поползто вилок коридор. И рукой нащупал топор. Я старуху вовсе не бил. Я, блин, отбивался. Стоп, 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 прекратите. Прекратите. Что вы делаете? Танцуем. Вы что, с ума сошли? Нужно ещё опросить свидетелей, представить доказательство. Ну да, опись, протокол, зал, принял, отпечатки пальцев. Прекративай. Господи, как же всё сложно-то, а? Боже мой. Дайте. Глаза бы мои тебя не видели. А чё она опять взрывается? Ать! Прекратите. Требуйте адвоката. Значит так. Я требую адвоката. Приведите адвоката. Эй, яблочко! Адвоката в студию. Я адвокат. Дик адвокат. Я не понимаю, зачем меня сюда пригласили. Ну, здравствуй. Мил человек. Спасибо тебе за всё. Дай-ка я тебя... Минуточку! В суде я объявляю одиннадцатилитровый. Прекрасная мысль. Я предлагаю пробить по мечу. Эй, старый, а чё ты там шамкаешь? Иди к нам в штрафную. Сейчас забьём тебе в девяточку. Давай, 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 шучу, не боись. Держи. Ну что? Да здравствует наш футбол. Самый ненавязчивый футбол в мире. Оле-оле-оле-оле-оле. Россия. Стоп! Стоп! Что вы опять здесь устроили? Я же вам сказал. Доказательства! Господин адвокат, пойдёмте. Вас не туда транслировали. Это ошибка. Пойдёмте. На дорожку. Как говорится, вот бог, а вот порог. Есть. На пасажок. Продолжаем заседание. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-нибудь доказательства преступления? В нашем подъезде установлена скрытая камера. Отлично. Принесите нам плёнку. Идиот. Нам нужна кассета. Диск. Флешка. В конце концов, бобина с плёнкой. Есть бобина. Сюда. Вы кто? Бобина. Бобина с плёнкой. Уберите это из зала суда. Да не сюда, а туда. Да не туда, а сюда. Из зала суда. Давайте так, сюда и туда. Угомонись, дерево. Кто её вообще сюда пустил? Привезите мне нормальных свидетелей. Есть свидетели. Сюда. Это что, свидетели? Дамы и господа! Давайте видим задачу дорогого жениха и очаровательную невесту. Ой, мама! Это что, вот, тоже свидетель? Мы тоже свидетели. Свидетели и еговы. Отвинькисты в очмого колена. Покайтесь, грешники. Покайтесь. Грядёт судный день. Так выпив за судный день, чтобы он был самым счастливым в нём жизни. Жизнь ваша грешная. Опомнитесь, вам же будет горько. Горько, молодоженый! Горько, отца! Стоп! Что вы делаете? Танцуем! Как вы можете танцевать? Вы ещё приговор не вынесли. Слушай, что ты пристал, а? Пускай это слепая фемида вынесет приговор. Да хоть кто! Водка, селёдка, салат столичный и того. Что это такое? Приговор! Не тот приговор, приговор студенту Раскольникову. Э-э-э! Слышь, студент! Объявляю приговор студенту Раскольникову! Поступка своего стыдись! Испортил бабушку Жанис! Нет! 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 Приговор окончательный и обжалованию не подлежит! АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, можно я с вами? Нашу белую слезу! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Понятые алиби, самотвод Встали и сели Это значит суд идёт Суд идёт, суд идёт Суд идёт, идёт, идёт Чтите уголовный кодекс Если не хотите Чтобы так происходило В вашей жизни чтите И суды смотрите только на экране Мы желаем вам Глоток свободы Он не лишний никогда Не доводите Лучше дело до суда Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда Условное двусрочное Освобождение Я-я-я-я Я-я-я-я-я-я Девушки отдыхают Здесь нет никакого несоответствия Ибо Елена Степаненко Это сильная половина Кривого зеркала АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, у меня с мужем Петей Такие напряги Живем, как чужие люди А ведь мы пара молодая В браке всего 30 лет Да Ну вы знаете, в последнее время Муж меня вообще не слушает Даже не разговаривает Я недавно на телефон ему позвонила И три часа рассказывала Как я пять минут на такси ехала Смотрю на телефон Три часа, как телефон отключил Минуту со мной поговорил И выключил телефон Ну нельзя же так, правда? Поговорить с женой можно же, да? Что им там делать-то на охоте? На подводной Я к подруге говорю, слушай Муж меня вообще не слушает Может у него другая, а? Подруга говорит, да ты не парься Надо его проверить Я говорю, а как проверить? Она говорит, да просто Ночью муж будет спать Ты его по голове книгой долбани Войной и миром Если он тебя на помощь позовет Значит нет у него никого А если другое женское имя проорет Значит ты его правильно долбанула Можно добавить Я говорю, ты что? Ты что? Ему же больно будет? Он говорит, да ты не парься Женаты они крепкоголовые Вот я своего мужа В год по десять раз На верность книгой проверяю И ничего, еще лучше стал Внимательнее Раньше бывал кроссворды Быстро отгадывал Теперь не торопится Внимательно читает вопросы Теперь ему одного кроссворда На год хватает Детского Я думаю, а что, может правда? Может так мужчин проверяют на верность? Ночью подошла Муж спал И книгой по голове Как зашарашил Он только меня на помощь звал И по имени, и по отчеству, и по матери В основном по ней Я так поняла, что нету у него никого Кроме меня и моей матери Потому что он трое суток Только мое имя орал между матов Выходит, я для него и отец, и мать Ну, разговаривать-то он со мной не начал Я опять к подруге Она говорит, слушай, ты не парься Я думаю, знаешь что? Мозг твоего мужа К твоему голосу привык Понимаешь, он не реагирует Ты попробуй с ним разговаривать Другим голосом, а? Басом попробуй Я думаю, надо попробовать Муж на кухне ел Я тихонечко сзади подкралась И на ухо ему басом Все, что в голову пришло Кушай, милый, на здоровье Свой бештек с вампирской кровью Что ж ты, милый, жрешь И жрешь, а меня не узнаешь У него котлета в горле застряла Вместе с вилкой и рукой по локоть Он со мной вообще перестал разговаривать Я опять к подруге Она говорит, ой, да ты не парься Ты знаешь, что я думаю? Вы с ним как-то ровно живете Надо его как-то вывести из равновесия Вот я помню, мыло окно И все кактусы с подоконника На диван поставила Муж на миг с разбегу и прилег Знаешь, как он меня внимательно слушал Пока я ему иголки из языка вытаскивала Вот ты попробуй мы что-нибудь такое, отшараш Но я думала, что ему такое сделать Девочки, отсюрпризила тоже Я пригласила китайского иглоукалывателя У мужа же хандрос Ну вот, он спал А китаец очень опытный Он ему в тело воткнул сразу пятьдесят иголок Слушай, я никогда не видела, чтобы люди Вспрыгивали с кровати, оттолкнувшись ушами Я опять к подруге Она говорит, ой, да ты не парься Сделай ему какой-нибудь подарок Знаешь, чтобы он прям обалдел, чтобы он так рот открыл И не закрывал Ой, я думаю, что за подарок-то ему такой сделать Думала, думала, придумала Девочки, я на двадцать третий февраля Ему такой подарок сделала Я у него в гараже Убралась Столько ненужного на свалку выбросила Столько железяк перетаскала Ой, устала, прям дышать не могла А муж, когда гараж чистый увидел Он рот то открывал, то закрывал Глаза скосил и долго выл Ну не знаю, что ему никак Может, ему не понравилось, что я на воротах гаража шторы розовые повесила Ну и опять к подруге она говорит Ой, да ты не парься Знаешь, я что думаю Ты как-то выглядишь скучновато Ты должна выглядеть бодро Как бурановские бабушки Понимаешь, как пожиратели йогуртов в рекламе Это просто Надо каждый день обливать тело ледяной водой Холодный-холодный Попробуй Ну я настроилась и попробовала Облила тело ледяной водой Холодный-холодный Это меня очень взбодрило А тело сильно орало Ну в смысле муж орал, как сумасшедший Я же его тело холодной водой облила Подруга, для бодрости свое тело надо обливать Я говорю, не знаю Я тело мужа холодной водой облила Меня это очень взбодрило Особенно, когда он по квартире мокрый метался Глазками хлоп-хлоп, ножками шлеп-шлеп Бежит, спотыкается, падает, шлепает, как пингвин Ой, ну потом через неделю мы с мужем на дачу поехали Ну я сижу за рулем, читаю женский журнал Знаешь, интересно так И рассказываю сразу мужу, о чем читаю Ну рулю читаю, это мне не мешает краситься А рулю нормально, одной коленкой И радостная такая, потому что муж на меня прям в очках уставился Смотрит, не моргает, два часа он меня слушал, девочки На дачу приехала, а он, оказывается, всю дорогу спал Просто очки надел с нарисованными глазами На рынке купил, представляешь? Ой, я не могу, я опять к подруге Она говорит, господи, опять Да ты не парься На вот тебе траву, она усиливает внимание Завари и дай мужу выпить с чаем в обед Поняла? Я говорю, поняла Заварила эту траву, дала мужу выпить в обед Вечером подруге звоню, говорю Ты что ты мне за траву-то дала? Она говорит, нормальная трава Ее дают собакам на границе для внимания Мне дал один знакомый пограничник Обалдеть Я думаю, что мой муж три часа по квартире ползает, все нюхает Нюх уже стер, усы облезли Брови, глаза закрыли Я его зову, а он рычит Лапами паркет роет, отрывает и туда котлеты засовывает Ой, слушай, я так расстроилась, что прям целый день ничего не ела Только шоколадки, печенье, тортик и сардельки Подруга пришла мне домой успокоить Посмотрела на квартиру, говорит О-о-о, все поняла Ты не парься Слушай, у тебя в квартире все не по феншую Феншуй придумали китайцы Принцип такой Чтобы хорошо жить, надо мебель купить и правильно установить Он у моей подруги, муж пил Ха, оказывается, табуретка неправильно стояла Муж сразу пить бросил, когда она эту табуретку поставила правильно, прямо мужу на голову Со всей силой Феншуй вещь Нету в доме феншуя, значит нету там любви Короче, подруга сказала, что кровать, на которой мы с мужем спим, стоит в неблагоприятном по феншую месте А вот в комнате сестры там место благоприятное для любви и понимания Я говорю, правда, здесь место благоприятное Здесь сестра в год жила, 18 раз замуж выходила Там место благоприятное, там окно выходит прямо на воинскую часть Но пока сестры дома не было, мы нашу кровать перетащили в комнату сестры А на место, где кровать стояла, поставили старый диван И собаку я с дачи привезла, она на этот диван и легла Но я лежу на новом благоприятном месте, жду страстных новых отношений Ой, мужа нету и нету, нету и нету Ой, пришел домой поздно с рыбалки, хорошо нарыбаченный И в темноте поперся на неблагоприятное по феншую место Лег, собака его начала лизать Полный феншуй И вдруг муж, он же не трезвый, собаку стал моим именем звать Говорит, Ира, ты сегодня какая-то не такая Молчаливая, ласковая Я молчу, собака тоже молчит Даже диван не скрипит Он говорит, Ира, такая ты мне нравишься Как бывал в молодости, молчим, целуемся, помнишь? Собака молчит, она же не помнит А он вдруг говорит, Ира, а тебе денег хватает? Ау! Я чуть не заорала А собака, она мне помогла, она завыла Как будто кобеля лет пять не видела А он говорит, понял, Ира, будут тебе деньги И назвал 15 заначек на одной только кухне А потом вдруг говорит, Ира, а может тебе шубу купить, а? Я же обещал тебе шубу купить Ой, я думаю, что делать, шуба пролетает Все, все, никогда больше не купит А собака, она же женщина, она взяла его и лизнула Он говорит, понял, Ира, купим завтра тебе шубу И заснул Ой, а я на новом благоприятном месте от счастья захрапела Ой, через несколько дней подруга звонит, хотела мне совет дать А я ей говорю, теперь ты сама не парься У меня муж, лучший в мире муж Шубу купил, денег дал, стиральную машину починил Сам готовит, стирает, моет, убирает И золото дарит Ничего не делала Просто 10 минут помолчала АПЛОДИСМЕНТЫ Так что правильно народная мудрость говорит Молчание золото АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Банальный вопрос. Кто в доме хозяин? Жена? Муж? Кошка? В доме хозяин тот, у кого пульт от телевизора. Вот представьте себе. Телевизор один, пульт один, а их двое. И живут они вместе уже лет 20. Он и она. Ваня. Ваня. А. Я на сериал переключу? Нет. Ну, Ваня, переключу. Нет. Сейчас будет важное правительственное сообщение. Ага. Лысеющим мужикам дадут право на пенсию по инвалидности? СМЕХ Это я-то, Лысеющим. Ну, выпало с утра три волоса. Подумаешь, потеря. Когда из квартета уходят трое, это потеря. Ну, чё ты меня достаёшь, а? Дай сериал посмотреть, а? Ну, вот кроссворд разгадаю, дам. Ну, так разгадывай. А ты помоги, помоги, разгадай. Вот, смотри. Давай. Ёмкое слово, характеризующее вирусы, бактерии и паразитов. Шесть букв. Соседи. Слушай, подходит. А ну, давай, давай, давай. Теперь по горизонтали. Вторая половинка мужа. Четыре буквы. Пиво. Тоже подходит так. А ну, давай, давай. Человек, ухаживающий за скотом. Жена. За рогатым скотом. А, ну тогда неверная жена. Да ну тебя. Интимные отношения между мужчиной и женщиной. Четыре буквы. Забыла. Слово забыло. И слово тоже. Ну ладно, давай, давай, не заводись. Игра с мячом поверх сетки. Футбол. Не, в футболе мяч надо забивать в сетку. Ну, ты знаешь что, как-то я тут смотрела нашу сборную. Так они все время пили выше сетки. Так они же не специально. Ага. Это результат упорных тренировок. О, пошло, поехало. Гонщик Формулы-1. Это ты точно не знаешь? Знаю. Ты знаешь гонщика Формулы-1? Знаю. Папа твой. Всю жизнь гонит самогом по своей формуле. Так, это что такое? Надоедливое кровососущее. Вот только заикнись про мою маму. Так я же еще не дочитал. Я комара имел в виду. Смотри, что написано. Надоедливое кровососущее легко убить газетой. А ты говоришь, мама. Я представляю. Здравствуйте, товар Григорьевна. Как доехали? Надолго ли к нам? Навсегда. И комсомолка ее по темечку. Слушай, как тебе не стыдно, а? Мама столько для нас сделала. Ой-ой, сколько. Она меня родила. Тебе этого мало? Ну, родила, спасибо. Че она шляется за тобой? Как будто до сих пор еще пуповину не перерезали. Вот знаешь. Так, дальше. Мать козла. Кончается на ха. Вот только заикнись про мою маму. Тише, тише. Ты что? Ты что? Ты же знаешь, как я ее люблю. Знаю, потому и говорю. Ты истинный сын своей матери, которая кончается на ха. Козлиха? Ты викуруха, спокуха, спокуха, спокуха. Все, 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 нормально. Давай лучше по литературе пройдемся. На дне кто написал? Ну, включи логику. Сама включай. Ну, пожалуйста. На заборе кто пишет? Хулиган. Так? Так. Значит, на дне написал хулиган с аквалангом. Фу, ты, я тебе говорю, кто пьесу на дне написал? Писатель кто? Ну, включи логику. Сама включай. Ну, пожалуйста, писатель, писатель, он о чем пишет? О чем? О наболевшем. Так? Предположим. Так. На дне, на дне что валяется? Камни. Камни где бывают? В почках. Камни в почках кто лечит? Врач. Врач у тебя кто был? Чехов. Пьесу на дне написал Чехов. Пиши. Подожди, подожди. Ну, на дне же не только камни. А вдруг там старый сапог на дне. И как твоя логика дальше пойдет? Пожалуйста. Ну, давай, давай. Ну, смотри. Сапог, он для чего нужен? Самовар раздувать. Так, так. Самовар для чего раздувать? Чайку попить. Чаек зачем пьют? Пропотеть. Пропотеть. Кто прописал? Врач. Врач у тебя кто был? Чехов. Где-то на дне написал Чехов. Пиши. Железная логика. Ну, ты, ты не на того напала. Я тебе сейчас, вот сейчас я тебе докажу. Подожди. Вот, допустим, на дне лежат совершенно абстрактные вещи. Ну, например, новогодняя елка, гитара и микрофон. И где тогда твоя логика? Давай, давай, давай. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Если новогодняя елка на дне, значит, праздник удался. Ага. Если праздник удался, печень не конец. Печень не конец. Идем куда? К врачу. Врач у тебя кто был? Чехов. Пьесу на дне написал Чехов. Пиши. Э-э-э, подожди. А гитара и микрофон? Я говорю, пьесу на дне написал Чехов. А гитара и микрофон? Я говорю, пьесу на дне написал Чехов. Или Розенбаум. А при чем тут Розенбаум? Ну, по логике. Врач, гитара, микрофон Подожди, подожди, а кто тогда написал Муму? Муму написал Тургенев Ух ты, ух ты И где же тогда твоя логика? Муму написал Тургенев, да? Но Муму же тоже была на дне Значит, идею Тургеневу подсказал Чехов Или Розенбаум Не, а что за идиотская логика? А кто ж тогда по твоей логике написал Чайку? Пожалуйста, Чайки, ну, Чайки что едят? Рыбку Рыбка к чему хороша? К пиву У кого хорошее пиво? У Чехов Чайку написал Чехов, пиши Не, ну это немыслимо А кто ж тогда написал дяде Ваню? Ну, пожалуйста Ну, давай Это столица кого? Чехов Дядю Ваню написал Чехов Пиши Знаешь что? Нафиг твою литературу Давай лучше по географии пройдемся Вот кто открыл Берингов пролив? Берингов пролив открыл капитан Кук Почему Кук? Почему? А за что его тогда аборигены съели? Что, его съели потому, что он пролив открыл? Ну, я не знаю Может быть, этот пролив до него был закрыт Он его открыл А там аборигены голодные Они его сожрали Ты че несешь? Аборигены его сожрали в Австралии А пролив совсем не там Ну, ты-то же тоже в магазине еду не ешь Домой несешь Ну, и они поймали в проливе Сожрали в Австралию А кто тогда открыл море Лаптевых? Может быть, тоже Кук? Че думаешь, я совсем дура? Море Лаптевых открыл Беринг Я говорю, почему? А за что его именем тогда пролив назвали? Ты че, издеваешься, что ли? А кто же тогда открыл остров Врангеля? Не знаю А вот так-то лучше Не знаю Но думаю, что без Лаптевых там точно не обошлось Да ну тебя с твоим кроссвордом Задолбало уже Ну, вот можно сериалы досмотреть Женская логика способна парализовать всех мужчин в радиусе 100 метров Так что, женщины, включите логику и жить станет веселее Страничка классики Безе Кармен В роли Кармен Ирина Сорокалетова В роли Хозе Сергей Кобликов АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И приятен продолжение, чтобы было Виртуальному роману повстречаться с ним решила Чтоб на жизнь наметить планы, чтоб на жизнь наметить планы Натуральный козел в кафе навстречу с ней пришел И алкоголик, он и групп на всех вокруг имеет зуб Натуральный козел, он без цветов явиться шел А из кафе как выходил, он за нее не заплатил Он за нее не заплатил Как же это надоело, мат вовсю летит со сцены Нас ругают то и дело, шутки ниже чем колено В телевизоре халкура, и такое смотрят дети Где российская культура, где найти артистов этих Натуральный артист, ни симулянт, ни аферист И звук живой, и глаз живой, и в шутках дружит с головой Натуральный артист, и весельчак, и оптимист Нигде скандалов, шум и гром, а в нашем зеркале кривом АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы всегда верили предсказаниям Только раньше мы верили предсказаниям людей А теперь начали уже верить предсказаниям, которые делают животные Начал все это, как вы помните, осьминог Пауль Который предсказал результаты Чемпионата мира по футболу Ему даже поставили памятник Потом эстафету у него переняла морская свинка Кот Жора, который, говорят, предсказал результаты Московского кинофестиваля, а также победы в номинациях Говорят, что две Амебы из Сан-Франциско предсказали курс доллара А некая блоха Авдотья предсказала курс рубля Поэтому курс все время прыгает, потому что прыгает и блоха И все выше и выше, дорогие друзья Я тоже попытаюсь сделать предсказания Мне кажется, что я могу сделать предсказания, которое сбудется ровно на 100% В ближайшие 10 минут вы будете громко смеяться А потом неистово аплодировать Потому что выступать будет Евгений Петросян АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В этом году исполняется 50 лет моей сценической профессиональной деятельности. И я в связи с этим замыслил большой бенефис, в котором, конечно же, будет кривое зеркало и многие другие юмористические звезды, в судьбе которых я имею некоторое отношение. Сегодня я немножко приподниму завесу будущего бенефиса и покажу вам некоторые номера из новой моей программы, если вы не возражаете. АПЛОДИСМЕНТЫ Моя авторская семья всегда в течение многих десятков лет, уже так можно сказать, сам не верю, состояла из 10-15 человек. Были всегда в этой семье и ветераны-писатели, и молодые писатели. Кто-то уходил, кто-то приходил, но процесс продолжался, жизнь продолжалась, пребывали и пребывали новые. С молодыми я всегда занимаюсь, изучая с ними природу эстрадной драматургии. Но хочу заметить, что и они меня кое-чему учат. Я с ними становлюсь моложе и моложе. Скоро вообще грудным стану. Вот в последнее время один молодой автор мне преподал урок, сказал, вам, Евгений Ваганович, обновляться надо в сторону жесткости. Что значит в сторону жесткости? Ну, жизнь жесткая, и вы должны ей отвечать вот так. Ну, молодые сейчас так пишут, если вы заметили, юмор у них такой. Я засомневался, думаю, что это такое жесткость какая-то. Я старался всегда со стороны сочувствия, со стороны сострадания, со стороны смеяния того, что мешает нам жить. Вот откуда я хотел. А эти вот так вот. Ну, вот один написал мне моносценку. Сейчас я ее сыграю. А вы посмотрите, нужен вам такой Петросян или нет? Так, пятая палата. Приготовились на обход. Просыпаемся, просыпаемся. Обход, говорю, обход. Девицы-красавицы. Открываем глазоньки. Вставляем челюсти. Бабулю, что ты стрекочешь? Сто слов в секунду. Я же ничего не пойму. Какой обед? Обход. До обеда еще дожить надо. Доживешь, да? Мать, не зарекайся. Ты мой первый больной. А первый, блин. Как говорится, в кому. Ты что стрекочешь вообще? Я ничего не понимаю. Что ты говоришь? Что? А? Знаешь что, давай сначала. Ты мне честно скажи. Ты перспективная или безнадежная? А? Я спрашиваю. Ты за мани-мани или за шиш в кармане? Ничего не понимаю. Спокуха. Прямым текстом говорю. Ты здесь за деньги или по страховому полюцу температуру сгоняешь до уличной. А? Ты здесь по направлению из крематория? Бабуленция. Бабухренция. Шутка у тебя неуместная. Тихо, тихо. Шутка, говорю, у тебя неуместная. А не утка у тебя двухместная. Размечталась. Утка одна на всю больницу. И та в кабинете угла врача. Вместо пепельницы. Там выемка удобная. Для пепла, да. И горлышко для ингаляции. Кальян получается. Не Калян, а Кальян. Да ты ничего не знаешь. Стрекочешь просто и все. Что ты стрек... Что я? У тебя сноха в крематории начальницы работают? Огненная баба. И что она сказала? Если что с тобой не так, лечащий врач вылечит в ее трубу? Грозная. А в чем вообще речь? Ты вообще на что жалуешься? Я же ничего не знаю. Ты в трубу меня посылаешь. Чувак? Ты на что жалуешься? Сто слов, секунду. Бип! Говори, ну, говори. Что? У тебя молоко пропало? Ты что, рыхнул? Какое молоко? Ты чего? Ты, археология. Ты на себя в зеркало посмотри. Молоко. Какое молоко? Что? Из тумбочки бутылка молока пропала? Тут я смотрю, ты с кислым. Я когда его пил, думал кефир. Да шучу я, шучу. Что ты говоришь? Я твой лечащий врач. Врач лечащий. Что? Хреновый калечащий? Глаза в одну точку и нос на боку. А это из-за папки. Когда мамка забеременела, папка в это время на рыбалке была. А мамка, косоглазая, пошла к соседу Кривоносову. В гости приперлась к нему. Вот я такой вышел. Кривый глаза, носа рылый. Как папка не заметил, что я на соседа Кривоносова похож. А мамка не дура. Папке сковородкой нос на бок свернула. Да шучу я, успокойся, шучу. Давай к делу переходить. Ты на что жалуйся? Чего? Я? Хороший врач, да, хороший. От чего излечить могу? Фу. От всего вообще. Серьезно. Вот всего, что отрезать можно. Вот что у тебя? Тебе вросший ноготь замучает? Бабаська, проблему с ногтями решаю кардинально раз и навсегда. Нет пальцев, нет проблем с ногтями. Что? Что отрезаю в случае геморроя? И куда потом уколы делать? А, действительно, куда? А тебе укол делать не надо будет. Зачем тебе уколы? У тебя будет голова и сразу ноги. Вот и все. Сейчас это модно будет. Удивлять людей будешь красотой своей. Есть человек-паук, ты будешь бабушка-головастик. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот и все. Чего ты стрекочешь? Я уже не могу. Ты стрекочешь? Что? Жалуйся, да? Клювещешь на нашу больницу, да? У нас больница отстала. Как тебе не стыдно. Как ты совесть потеряла. Больница у нас отстала. У нас... Мы единственные во всем микрорайоне перешли на евростандарты. Мы пенсионерам в клизму кладем таблетку колгона от накипи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пенсионеры потом эту таблетку вместе с накипью выплевывают прямо в рожу терапевту. Вот и все. Клювещет, клю... Что? Что? У нас кровати старые. М-м-м... Не старые тебя. Старые. Ничего подобного. Они не старые. Они исторические. Как на твоей койке во время войны. Поэт лежал. Про нашу больницу стих написал. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так. Опять клювещешь. Тебе за три недели градусник не достался? Ну, правильно. Вас много, а градусник-то один. СМЕХ Что ему? Разорваться, что ли, на вас всех? Ты хочешь, чтобы он разорвался? Чтобы наша больница лишилась высокотехнологического медицинского оборудования, на которой потрачены миллионы долларов, лежащие в офшорах. Ух. Что? По очереди, по палатам градусник носить? Как ты его, бабаська, понесешь? Как? Если он в кабинете главврача за окном прибит. СМЕХ Он уличный. Что ты подмышку будешь совать? Его с оконных фрамуга, что ли? СМЕХ Один перец из мужской палаты попытался, между прочим, к нему подобраться снаружи, на спор, додумался зимой в мороз, вскарабкался по водосточной трубе и примёс к трубе, в чём мать родила потому что. Полз, понимаешь? Полз. Поперчь. СМЕХ Потом этого отважного мужичищу еле-еле пожарным ломиком от трубы отколупали правда не всего. СМЕХ Кое-что от отважного мужика на трубе осталось. СМЕХ Теперь этот отважный мужичище лежит в женской палате. СМЕХ и вяжет себе чехольчик. СМЕХ Вот такая история. Всё спрашивает, всё стрекочет, невозможно. Что? Почему у нас на воротах написано райбольница? СМЕХ Ты чё, не понимаешь, что ли? У нас прямая связь. СМЕХ Безвизовая. СМЕХ Здесь райбольница, а там просто без больницы. СМЕХ После нашей больницы туда достойно попасть. СМЕХ СМЕХ Слушай, бабаська, ты чё это поперёк кровати легла? СМЕХ По феншулю? СМЕХ Что это за мода такая? Для чего это феншую? Так полезно для здоровья? Бабася, в твоём возрасте уже лежать надо не по-феншуйски как полезно для здоровья, а как удобно для санитаров. СМЕХ Ногами на вынос. СМЕХ Чтоб потом носилки не крутить, понимаешь? СМЕХ Один мужик тоже додумался ночью лег спать по-феншуйски головой вместо попы. СМЕХ Медсестра с просонью. СМЕХ СМЕХ Засунуло ему в рот клизмом. СМЕХ Мужик, очнулся. СМЕХ Ничего не понимаю Во рту что-то мокрое Склизкое Длинное такое Думал, змея заползла С тех пор этот мужик Рот закрыть не может И всех с раскрытым ртом Трехэтажным феншуем обкладывая И к феншуем посылая Что-что-что-что Что-то там стрекочешь Тебе снаха на мобилу звонит Просит меня трубу взять Давай поговорю запросто Ай, лё Да-да А-о А-о Сколько О-о Да вы что О-о-о О-о-о Да за такие деньги Я от неё отходить не буду Если надо Рядом лягу Если надо Женюся на ней А-о Бабачка Ты здесь лежишь Не по направлению Из крематории А по направлению Из консерватории Снаха у тебя там Главная дирижёрша Сказала Если что с тобой не так Лечащего врача На дирижёрскую палочку Натянешь Так что ты у меня теперь Перспективная Дыши Дыши Поглубже Только скажи мне Ради бога Бабася У твоей снахи Дирижёрская палочка Случайно Не деревянная Нет? А то я с детства За нос бою АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Застает врасплох, но помните, что смех оберегает от всяческих сомнений и тревог. До свидания! Не сможет разлука нас надолго с тобой развести. Ведь желанен увидеть друг друга, победить все преграды в пути. Увидишь наши лица на афише, и просто улыбнешься, может быть. А мы во сне аплодисменты слышим, нам друг без друга нечего ловить. До свидания! Не сможет разлука нас надолго с тобой развести. Ведь желанен увидеть друг друга, победить все преграды в пути. Ожидание нам необходимо, чтобы снова порадовать вас. До свидания! Наш зритель любимый, мы вернемся в назначенный час! ПОДПИШИСЬ! 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этой песне все сказано. Разлука нас не разлучит. Мы говорим до свидания, мы договорим до скорых встреч. Эти встречи приносят не только радость в зрительный зал, но и нам, артистам. Это и есть наш кураж. Соединение артиста со зрителем. И наоборот, ваш аплодисменты сюда! Тривое зеркало желает вам добра и радости. До скорых встреч! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Встречались с вами мы не раз. И цель одна всегда у нас. Разгоним дрёву вам и сон. И вместе с вами мы споём. АПЛОДИСМЕНТЫ Кривое, мы сердце, мы кривое Ты уже знаешь, нас ты знаешь, мы с тобою